В эфире Эрба Калфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Необходимые рабочие места. В поисках работы за год в Башкортостан покинули 150 тысяч человек. На плечи неплательщиков перевод части функций судебных приставов на аутсорсинг добавили расходов должникам. И первоначальная сумма в системе жилстроизбережений региона накопилась около 1,2 млрд рублей. В системе жилищных строительных сбережений Башкортостана на сегодняшний день собрано около 1,2 млрд рублей. Такие данные сообщили в правительстве республики. Суть программы жилстроизбережений – накопление денег на покупку жилья. Первые несколько лет человек откладывает деньги, к ним каждый месяц прибавляется часть суммы из бюджета региона. При достижении размера первоначального взноса заемщик может обратиться в банк. Там ему предоставят займ по льготной ставке в 5-6% годовых. Еще один проект по улучшению жилищных условий – «Домокомплект», который запущен еще в 2011. Он адресован сельчанам и будет профинансирован в 17-м в размере 150 млн рублей. Кроме того, власти ставят перед собой задачу повышения доступности ипотеки. Для этого будет предпринят ряд шагов, в том числе формирование рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством Агентства ипотечного жилищного кредитования. Инвестиции в Башкортостане необходимо увеличивать в разы. Об этом заявил глава региона Рустам Хамитов на заседании коллегии Министерства экономического развития республики. По его мнению, это позволит создать дополнительно 70 тысяч рабочих мест, необходимых для снижения трудовой миграции до среднероссийского уровня. За 2016 год Башкортостан в поисках работы покинули почти 150 тысяч человек или 8% от численности занятого населения. 120 тысяч из них из сельской местности. При этом приехали на работу из других регионов лишь 8 тысяч. Напомню, что по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал составил почти 361 млрд рублей, с ростом к прошлому году более чем на 4%. Наибольший рост инвестиций более 6% достигнут крупным бизнесом. Создание одного рабочего места, как отмечают власти, требует в среднем 10 млн рублей. 700 млрд рублей инвестиций для того, чтобы создать много рабочих мест. Плюс еще 1 млрд 300 инфраструктура получает 3 млрд рублей инвестиций для того, чтобы создать 700 тысяч рабочих мест. Надо понимать, что задача, скорее всего, создания новых рабочих мест, тех объемов, которые нам нужны, власти, а на существенные услуги. Но нам не срождались, нам нужно есть 8 млрд. В прошлом году в регионе появилось 10 приоритетных инвест-проектов общей стоимостью 54 млрд рублей. Они предполагают создание 2,5 тысяч рабочих мест. Ключевыми задачами на будущее в Минэкономразвитии считают наращивание инвестиционного потенциала, развитие экспорта и моногородов, два из которых в прошлом году получили статусы территорий опережающего развития. Перевод на аутсорсинг части функций судебных приставов легли дополнительным финансовым бременем на должников. С нового года служба не производит вскрытие помещений, снос незаконных объектов, перегон транспортных средств, изъятие и хранение арестованного имущества. Этим занимаются сторонние организации. По словам главного судебного пристава республики, переход на аутсорсинг для властей ничего не стоил. Должникам, напротив, придется дополнительно оплатить так называемые действия принудительного исполнения, например, хранение автомобиля на спецстоянке и другие. В связи с тем, что бюджетное финансирование достаточно скромное, деньги не такие большие. Понятно, что за оценку приходится платить, да, за оценку мы платим всегда. Но вот хранение, перевозка, мы просто этим не занимались, по сути. То есть имущество арестовывалось, по сути, оставлялось на хранение должников. А это не всегда удобно, поверьте. Опять приходится, как, помните, в мультфильме, да, там, сфотографировать, потом еще вручить ему эту фотографию. Чтобы этого не получалось, соответственно, мы более эффективно работаем в этом плане. Бюджетных расходов ноль. Всего в республике с начала года приставы арестовали имущество на сумму 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Это в четыре раза больше уровня прошлого года. Меры по принудительному взысканию уже принесли первые результаты. С начала года в пользу бюджета и внебюджетных фондов в принудительном порядке служба взыскала почти миллиард рублей. Черти от всей суммы пошла в консолидированный бюджет республики. По словам Эльнура Махмутова, сегодня всем, кто имеет арестованное имущество, проще самим его реализовать и погасить задолженность. К этому часу вся информация. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин